Сегодня поговорим о том, как установить навигацию, например, навигацию Navitel на Android Magnetol. В данном случае Jansun можно устанавливать и на другие. Что для этого нужно? Заранее найти APK-файл, скачать его можно 4pda пиратский и установить этот файл. После этого нужно будет подкинуть карты. Карты можно брать на официальном сайте, согласно расширению файла и версии такого Navitel, который вы выбрали. Для начала заходим, вот заранее уже установлена флешка, на ней у меня есть Navitel. Я просто запускаю его, это приложение. Устанавливать из неизвестных источников есть возможность включения там заранее, но чаще всего это уже доступно с самого начала. Обратите внимание, если у вас будет стоять предыдущая версия Navitel, то ее нужно удалить. И ее карты, естественно. Также обратите внимание, если подключить к Google аккаунту, пиратская версия Navitel автоматически подвяжется к версии вашего аккаунта и не откроет ее. Пока вы не зайдете в аккаунт, не найдете в плеймаркете Navitel и не нажмете включить. Только после этого Navitel станет активным. Такие нюансы бывают всегда с Navitel. С другими такого, конечно, может быть, а может и не быть, так как она подвязана к обновлению. Но обновлять нельзя. Именно эту версию. Вот сейчас я выхожу, потому что карт еще не закинул. Дальше у меня заранее закинуто. Есть карты. Я буду устанавливать карты моей страны. Причем лучшей на свете страны. И переходим. Вот появилась папка Navitel Connect и Maps. Устанавливаем. Обычно это занимает немного времени. Просто копируем необходимые карты. Сюда же вы можете закинуть карты любой другой страны. В том числе России. Вы можете закинуть карты Европы. Единственное, что для Европы иногда нужен другой атлас. То есть создание атласа. Но это особенность именно Navitel. Немножко там другой вот этот файл. Airt. Да, карты отличаются годом. Ставим карты 2016 года. Декуманизированные карты. Где нет уже таких дурацких названий, как улица Ленина. Которые были везде, где только можно и нельзя. А уже нормальные названия. Вот осталось немножко совсем. Не хочу перематывать, потому что это быстро. В принципе. И мы сейчас сможем сразу зайти в Navitel после копирования карт. Да, единственное, что нужно подключить GPS антенну. Иначе GPS позиционировано и не будет работать. Возвращаемся назад. У нас уже установлен Navitel. Запускаем его. Пошла отрисовка карт. Navitel, друзья. Не синхронизировать. И здесь у нас... Так, это мне мешает. Уберу. И здесь мы можем сразу найти уже по адресу, выбрав городу. Вот город Херсон, где мы находимся. Улица. Перекопская улица. 21. И поехали. То есть будет отрисовка. Но без, естественно, GPS. Вот GPS сейчас антенна не подключена. То пока он не запустится. Будет антенна, все заработает прекрасно. Обновлять можно просто заменяя карты. Так работает именно такая версия. Но мы рекомендуем покупать все-таки версию легальную. Потому что она откроет вам очень много разных возможностей. О которых даже вы не догадывались. Этой пробки. Этой подключения друзья. Какие-то проблемы на дороге и тому подобное.